Я помню тот край Вершины в снегу золотом Ой, горы, ой, синие горы Вершины, покрытые ледом Вершины, покрытые ледом Здесь часто с тоской небывалой Я думал, мечтал о тебе Туманы ползли с перевала Навстречу неясной судьбе Звенели гитар переборы И слушали их под окном Ой, горы, ой, синие горы Вершины, покрытые ледом Вершины, покрытые ледом Пусть речка шумит на закатах И блещет зеленой волной Уходишь ты вечно куда-то А горы повсюду со мной Тебя я увидел не скоро Но счастлив я только в одном Ой, горы, ой, синие горы Вершины, покрытые ледом Вершины, покрытые ледом Поздравить с юбилеем С юбилейной датой Нашего уважаемого Владимира Вячеславовича Свинина АПЛОДИСМЕНТЫ Человек в том же ледуре В обществе Работал он когда-то Пришел сюда работать В нашем Курске Это был, по-моему, 54-й год Работал он Прошел здесь должность И научным сотрудникам И главным хранителем И директором музея Потом ушел работать В университет На преподавательскую должность Воспитал большое количество Достойных учеников И вот мы и так решили В нашем сценарии Что сегодня Вот это доказательное заседание Будет вести Один из его учеников Это Лиштованный Евгений Иванович Профессор Доктор Декан исторического факультета Нашего университета Здравствуйте АПЛОДИСМЕНТЫ Наш сам молодой Татьяна Ленина Лапошкина Да, тоже Прокурс-покурс-покурс Была большая честь Открыть Сегодняшнее заседание Расширенного Ученого Совета От Государственного Забудь про все Ты не поэт, не новосел Ты просто парень из тайги Один винчестер, две ноги Тайга вокруг, тайга закон Открыта банка тесаком А под ногами сквозь туман Хрустит хребет хамар-дабан И жизнь легка под рюкзаком Шагай, не думай ни о ком И нету славы впереди А впереди одни дожди За перевалом умер день За перевалом нет людей И вроде нет на свете стран Где нет хребта хамар-дабан В мешочек сердца положи Не что-нибудь, а эту жизнь Ведь будут тысячи столиц Перед тобою падать нит И будут тысячи побед А снится все-таки тебе Одно и то же Сквозь туман Хрустит хребет хамар-дабан Хрустит хребет хамар-дабан С этого, может быть, вы поправите Начинается ваш непосредственный Археологический интерес Не будем щадить своих сил Потому что вы нас вложили И если чего-то вы от нас пока еще не дождались И хотели бы дождаться То все впереди И я думаю, что вы у нас не разочаруетесь С 77 лет Я хотел бы сказать И поздравить вам Сказать огромное спасибо Многолетний Владимир Славич Ученый очень широких Минцептических знаний Как не знает ли он Археолог Этонограф Специалист по музееведению Специалист по манголоведению Специалист по смежным наукам В ближайшем империи наука Поэтому для нас он являлся И является тем человеком Который помогает нам В поиске истины Тем более, что Владимир Славич Человек бескорыстный Отдающий свои знания Свой опыт Свои материалы нам Своим ученикам И вообще любому человеку Который к нему обратится Наверное, каждый из вас Как вы теперь начали? А то есть право социологии и сни Право социологии и сни Иркутского государства Что вы пришли на этот Вечательный праздник? Я очень рад, что вы так Прекрасно будете Что у вас все нормально Что рядом с вами Валентина Васильевна С вашей семьей В моей жизни связано очень много Я просто с радостью вспоминаю Эти замечательные минуты Когда будучи студентами Мы время от времени Бегали к вам домой Валентина Васильевна Жарила кружки Кормила нас Поила чаем И вы так радостно принимали Всегда чувствовали себя как дух Это всегда здорово и радостно Хорошо, что вы стали моим учителем И я вам за это очень благодарен Потому что это замечательно Когда над тобой не давлеют Когда тебе развязывают руки И помогают делать то, что ты хочешь Лишь сверху немножко корректируя тебя И помогая ориентироваться Именно в то направление И в то направление, в котором надо И вот это вот легкое такое Нежное отцовское Поглаживание по голове И подталкивание именно в нужном управлении Оно, конечно, очень жалко И приятно И очень хорошо, что это происходило Именно так Мы, наверное, все, кто сталкивались с вами Ваши ученики Да и может быть не ученики А те ребята, студенты Которые так или иначе более судей Попадали в ваши экспедиции Остались всегда благодарны И пронесли сквозь всю жизнь Вот те приятные воспоминания Которые зародились еще в те молодые годы Ну, буквально сегодня на улице Когда мы выходили из автомобиля Подошел Володя, Дедюхин И вспомнил, что мы вместе ездили в Монголию Это было уже, черт знает когда В 86-м году В 84-м году Нет, в 84-м А в следующий год А потом ездили мы еще Да, раз И он просто радовал вас увидеть Что все здорово, все хорошо Что мы здесь вместе собрались Вячеславович, примите наши сердечные поздравления С вашим славным юбилеем Временем, мудрости, опыта и раздумий Много хороших открытий совершено Написаны сотни талантливых статей Немало произнесено ярких, запоминающихся речей, лекций Сколько собственных детей у нас еще не было То мы договорились Будем относиться ко всем детям Студентам, как к собственным детям Вот это чувство Через 50 лет Паранисий и Валентина Васильев Теперь не дым Монгольская тематика И она прозвучала Ухватывается в мире Честных зверей И желаю ваших успехов вам Здоровья, счастья и полезной помощи Как здесь прозвучить ваши ученики И присутствующие Что ваша жизнь И ваши исследования Как ученые В многом связаны с нашей страной Как вы первый раз были В командировке в Монголе Как в Великой Монголове Теперь много лет Вы углубляете Иркутское теление Всемирной Штатки Значит, писать, писать Я... И, как сегодня Отмечает Игорь Иванович В этом году Я монголе очень Любление Проты Машин народ И мне Прошли Решение Повещение Он И Воздухе Прошли Полтора тысячи гразоветов В нашей стране Сделали Свои Как называются Ленины И в этом году Тоже Планируется В августе Приезжают сюда Наши Художники Тоже Такое Профессионное Да? Как называется И Уже Отключенный Усписк В нашей Стране И Господь А это Самый Дорогой Партак Потому что Мы в детстве Борярские Делали Борярские Монголы Этот Знаменитый Это Намек Концептов Дорогой Дорогой Я не могу себя В полной мере Отнести Чудникам С вами Либо Какими-то Наученными Делами Либо Просто Чиновникам Все время Какие-то Советы Все время Какие-то Напоминания Рекомендации И И Прямую Здоровья Вы еще Очень и очень Всем нам нужны Нужны Ваши знания Ваши Винскорбитические Знания Необходимо Ваша Добрая Поставниче Вчастие Спасибо Что судьба Действительно Свела меня С этим замечательным Человеком И Собственно Знакомым Может быть И не так Давно Но сотрудничали Очень тесно В рамках Наших Конференций Различных Вероприятий Которые Проводили Национальное Объединение И Владимир Вячеславович Вот Чисто От всего Сердца Искренне Хотелось бы Мне вам Пожелать Долгих лет Еще Творчества И сотрудничества Вместе с нами Я вас тоже Не оставлю в покое Это уж точно Как бы Вадим Васюна Там на нас Не обижалась Но Проводили Для того Чтобы вы встречали Ваших гостей Это Отлично От меня И Украшали Ваши встречи Небольшой Струнный подарок Наш Приветственный Адрес От комитета По связям С общественным С национальным Отношением Администрации Губернатора Рыжевской области Я думаю Вы его Прочитаете На досуге Сами Хотелось бы Не сделать Вам Какие подарки Я думаю Что они Дорого Стоят Не только Нашему Комитету Но и Вам И Надо сказать Я вам сегодня Как раз Участница Два Семинара Который Половится Воскресенье 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 Высокий Профессионарий Большой Вклад В родители Сибирской Науки И Бузейного Отдела В городе В Ильбутске И Сидите И Встретим Семинара В Город Дело в том Что Когда Говорят Об учениках Владимира Вячеславовича Я Тоже Отношу Себя К ним И В Гулятии Я Чувствую Себя С одной Стороны Человеком Как бы Принадлежащим К этой Бурятской Культуре Потому что Я уже 17 лет Живу На земле Бурятии И Полюбила Ее Настолько Что Надеюсь Что И она Любит Меня Но В то же Самое Время Воспитывалась Я в стенах Иркутского Университета И Когда Сегодня Говорили Про Монгольские Экспедиции И в Монгольских Экспедициях Я была Тоже Но Сегодня Я счастлива Еще и Тем Что Могу Выразить Восхищение Людей Которые Живя В Бурятии Работали Вместе С Владимиром Вячеславовичем Сначала Официально Защищать Свою Восхищение За То Что Ну По Молодости Тогда В какой-то Степени Обиделась На Владимира Вячеславовича Когда Он Приезжая В Бурятию Не Заходил К ней В гости Это Один Из Последних Энциклопедистов Нам Выпало Большое Счастье Ценить И Здоровья Вам Аплодисменты Крепкого Здоровья Счастья Мы Очень Благодарны Вам За Все То Что Вы Сделали И Последние Издания Великого Государственного Издания Под Посредственным Участвором Пасхолов Сергея Семеновича Депутата Государственного Думы Это Издание Звариан Петров Его Вспоминается Когда Центровой Энциклопедист Королевичество Музея Имеющий Богатую Историю Культуру Выдели Как Галилею Мы Знаем Помним Имена Таких Людей Как Николай Михайлович Я Теренцов Егор Николаевич Партанин Советское Время Он Продолжал Николай Козьмин Невольно Невольно Хочется Сказать Которые Несли Очень большой Вклад В истории Павел 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 Конечно Алисей Павел А два Многие Другие Павел Павел Много Время Он Как Географ Был Руководителем Относительно Недавно Защищенный Кандидатской Диссертацией Жанра Восточно-сибирской Отделения Русской Русской Географии Собственно Далее Господа Абсолютно 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 Довольно Довольно Сделано Для дальнейшей работы Спасибо Абсолютно Мой юбилей Переурочив Его Объединение Это настоящее счастье, здоровья от святых. Это настоящее счастье, здоровья от святых. И Иркутские государственные университеты. Вы по-прежнему молоды душой, энергичны и деятельны. Без вашего прямого участия не обходится большая часть региональных научных мероприятий. Как и прежде, вас нещадно эксплуатируют ваши старые и молодые коллективы, подбрасывая вам для обсуждения и оценки свои статьи и монограждане. За плечами вас огромный багаж публикаций, охватывающих весь спектр научного знания о народонаселении Сибири и смешных ей территорий Монголии по историографии, археологических и этнологических исследованиях. Спасибо. Субтитры предоставлены Сибири и Сибири и Сибири и Сибири и Сибири и Сибири и Сибири. Если говорить о нашей кафедре, то мне хотелось бы от имени кафедры пожелать вам, поздравить вас и прочитать вот такую книгу. У своих родственников в Улусе Бахалдоре. Там был двоюродный дед, знаменитый Бланадский дархан Шихея Алексеев. И Сибири и Сибири, Анна, бабушка Аня, Абрам, его по-по-по-по-по-по-звали. Это археолог, это этнолог, это востоковед. В моей памяти Владимир Вячеславович останется навсегда порядок причин. Я думаю, мы-то с ним знаем, что нас давным-давно связывают. И чтобы не даваться какие-то личные эмоции, они всегда очень опасны. Я скажу о деле. Вот еще никто, слава богу, не упомянул еще одной структурой, где Владимир Вячеславович сделал важное дело. Я могу выступать от имени Центра Азиатско-Тихианских исследований. Может быть, забыли, что такое существует в университете. Вот сейчас не лучше, может быть, состояние, например, как и сам в университете. Вот. И когда-то, в 1970 году, с легкой и очень поддержившей руки Владимира Вячеславовича была создана лаборатория востоковедения. Нам с Владимиром Вячеславовичем пришлось во многих местах вместе. Мне особенно приятно говорить эти слова вот здесь, в стенах этого университета, где мы с ним работали. Так сказать, подчередно меняют друг друга на всех постах, какие только возможны были члены слова. Да, 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 без стальфета. От заведующих отделов, и к директорам, и так далее, и так далее. Вот мы с ним оба были директорами, когда-то, в этом прекрасном, не всем нам памятном, научном учреждении. Я считаю, что это используем, где это приведено науки. Оставляемся потом. Оставляемся потом. Ну и, наконец, Владимир Вячеславович, просто мне большой друг. Я всегда так помню. И вот здесь маленькая, так сказать, память о нашем друге. Тут символ есть. Я не буду сейчас, что открывать здесь. Вас знают в деревнях и селах Приангалия. Когда мне друг бурят все Прибайкалия, музейщиковы, ученые, краевед, вы обаятельны. Вот краткий ваш портрет. Вам, говорит, сегодня будут много, куда вас завела музейная дорога. А привела она, с учетом знаний, хорову добрых, искренних знаний. Но получилось так, что, выйдя из стен Альманата, я, познакомившись поближе с вами, причисляю себя к ученикам ваших. И дальнейшие свои университеты проходила не только вместе с вами, но и с вашей семьей. Но, наверное, в судьбе заглавной группы нет. В судьбах очень многих ваших учеников были и самое заглавное группы. В государственном университете и областной армейческий музей и музей истории города Куркутска, у истоков которого вы стояли. Наверное, это здорово быть в истоках. Делать и не бояться, творить, ошибаться и не бояться, потому что есть стенка, на которую можно опереться. И, в конечном итоге, просто спрятаться. Вот эта стенка музея истории города Иркутска, это обыдь, Владимир Вячеславович. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы не знаете. Я тоже даю вам букет, но в отличие от семиросов, здесь желтые цветы мне сказали, что это символ богатства. Пусть вас будет только здорово. На мою дипломную университетскую работу я, наверное, скоро в рамку вставлено, стенку повешу. Это образец вообще. Как можно оценить труд и подбодрить человека, потому что вы благословили меня на то, чтобы в музейной профессии я пошел бы дальше, вот в научную сторону. Наши коллеги все свои самые добрые слова решили передать в эту большую открытку. Здесь все и про сегодня, и про завтра, и про планы, и про нашу большую любовь. Вы любите, когда вам дали публикации. Последнее что-то у нас появилось буквально по поводу дворянской культуры на примере семьи Волгонских. Но что можно подарить такому содержательному человеку? Понятно. Мы решили подарить для содержательного человека форму. Воз огромный архив. И вот в эти фотоальбомы с видами Байкала, мы надеемся, будут оформлены те фотографии, которые составляют часть вашего архива. И вы сможете любоваться этим. Потому что вся научная деятельность людей начинается, конечно, с изучения книг. Я подозреваю, что он изменился в этих глазах, наверное, исключательный. Потому что иметь люди, диабетры, ученого, это очень много значит. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись уголи костра. Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил, искатель, разлук, самолет. И потихонечку пятится трап открыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, Где, в каких краях встретишься со мной? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне прозыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте меня. Милая моя, солнышко лесное, Где, в каких краях встретишься со мной?